Вы считаете корректным то, что многие в России и в Украине Михаила Саакашвили сравнивают с Навальным и видят аналогии в их политической борьбе? Ну, это, конечно, трудно со своей стороны заявить, но один факт, что Навальный, он личный Путина, личник Путина, и ему дали возможность принять медицинский сервис за границу. Даже Россия отпустила Навального, и есть только одна страна Грузия, к сожалению, где есть правящая партия «Грузинская мечта», и они даже не могут представить, чтобы дать, я не знаю, как можно с ними говорить, вы знаете, что был Димаш, Евросоюз, 27 стран подписали, встречали с правящей партией, и результат ноль. Их абсолютно не интересует, они продолжают одну и ту же риторику, что Миша не принимает еду, и пусть члены семьи скажут, что он должен принимать еду и так далее, и пусть он сидит весь срок. Ну, очень трудно для нас видеть в каждом дневном режиме, как его состояние, правда, ухудшается день за днем. Ну, надеемся на позитивный и на лучший исход. Скажите, каково его моральное состояние? Потому что в одном из публикаций в Фейсбуке он пишет, что «мне кажется, никто уже не сомневается в том, что я не найду справедливости». Считаете ли вы, что он, может быть, в какой-то мере уже разочаровался во всем этом процессе? Или он все-таки держится? Не-не, он, конечно, держится. Он надеется на будущее. Миша, вы знаете, что очень известный политик, он точно не может по-другому. Ну, и мы уверены, мы надеемся, что результат будет позитивный. Главное для нас, для семьи, для брата, чтобы мы видели его здоровым, а остальное пусть сам он решает. Мне трудно стороной Миши говорить, обсуждать вопросы политические, конечно. Для нас главное, чтобы он выжил. И мы верим, что этот кошмар закончится один прекрасный день, потому что вы видите, он приехал в Грузию полтора года тому назад, и каждый день только плохие известия про Мишу. Но все время плохое меняется к лучшему. Всегда это так. Он также заявил в одном из интервью, что его выманили в Грузию и сделали это связанно с Россией, с силой. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? И вообще, что вы думаете о его приезде в Грузию, об обстоятельствах этого приезда? Честно говоря, мне часто приходилось, я тоже ждал в Киеве, мне часто приходилось встречаться с ним, и каждый вечер, например, когда мы сидели вдвоем, мы часто говорили о Грузии. И я чувствовал, какая у него ностальгия, как он скучает за Грузию, потому что в течение девяти лет он строил, правда, страну, которая была абсолютно коррумпированной. Даже света не было, газа не было, никаких институтов. Он превратил, правда, в европейскую страну. И это трудно было для него. Он, наконец-то, решился, чтобы приехать в Грузию сам. Это было его решение, и я в этом уверен. И что касается списка Магнитского, на каком этапе сейчас этот процесс? Ну, честно говоря, это очень важно, конечно, список Магнитского, но на данный момент я более заинтересован, чтобы как-нибудь помочь моему брату. Этот список, конечно, очень важен, но для меня главное его здоровье. Я надеюсь, но, конечно, это опубликуется, это опубликуется обязательно. Но пока мы думаем только о его здоровье.